Запинки и какие-то дефекты речи могут случиться у каждого. Иногда страх сковывает человека настолько, что он не может говорить или же начинает сильно заикаться. Но есть и люди, которые живут с этой проблемой с детства. Заикающиеся знаменитости сегодня на канале Сплетники. Константин Меладзе в юности столкнулся с серьёзными трудностями. Из-за речевого нарушения его не только обижали в школе, но и высмеивали на улице. Говорят, что заикание появилось у Константина ещё в детстве, когда тот узнал, что в семье появится младший брат Валерий. Сам он рассказывает, что когда мама уехала в роддом, его отдали няне-соседки, жившие этажом выше. В её семье произошёл конфликт, и маленький Костя сильно испугался. Вернувшись домой, он перестал разговаривать с родителями и, по собственному признанию, на какое-то время онемел. Потом начал общаться потихоньку, но достаточно прерывисто, то есть стал заикаться сильно, вспоминает Меладзе-старший. Несмотря на эту особенность, Константин не боится выступать на публике и даже сидеть в жюри различных проектов. Сейчас он является наставником в шоу «Голос», которое с успехом идёт на федеральном канале. Солистка группы «Виагра» Миша Романова с самого детства страдала тяжёлой формой заикания. Родители водили девочку к логопеду и неврологу, но ни один специалист не смог устранить проблему. Больше всего она волновалась, когда выходила к доске. В подростковом возрасте ситуация ухудшилась. Тогда один из врачей посоветовал девочке пропевать фразы. Это совпало с желанием Миши обучаться вокалу. Она пошла к соответствующему педагогу. Во время пения человек обычно сосредоточен на исполнении и забывает о заикании. К тому же в музыке есть определённый ритм, под который он подстраивается. Всё вместе очень хорошо влияет на речь. Со временем Романова смогла побороть страх, её заикание стало практически незаметным. Комплексы, связанные с этой проблемой, у Миши остались, но это не помешало ей отправиться на шоу «Хочу в Виагру» и стать одной из участниц женского коллектива. Логоневрозом. Одним из подвидов заикания страдает гуф, который с самого детства имеет проблемы в общении. Рэпер говорит о том, что тяжелее всего ему давалась учёба в школе. Он практически никогда не отвечал у доски и делал все задания письменно, отказываясь от докладов. «Если сейчас взять книжку и начать читать, то будут заметны мои проблемы. Я у каждого предложения буду говорить «это, это, это» и «вот, вот, вот», делится гуф». По словам артиста, логоневроз сильно зависит от психологического состояния. Музыкант несколько раз имел проблемы с законом и оказывался в суде. В один из таких визитов, когда его попросили назвать имя, фамилию и адрес, он не смог ничего выговорить, потому что сильно волновался. «Уже в третий раз судья сама говорила всё за меня», – вспоминает Далматов. Сейчас музыкант старается справляться с проблемой и говорить плавно, но всё равно случаются запинки. Например, из-за логоневроза Алексей по утрам не пьёт кофе, который плохо влияет на речь. О проблемах заикания начали вспоминать, когда на шоу «Холостяк» к Илье Глиникову пришла Дарья Клюкина, имеющая нарушение речи. Эта особенность придаёт модели определённый шарм и делает в глазах мужчин слабой и беззащитной. После первого разговора с ней актёр признался – она такая красивая, добрая, милая, да ещё и заикается. При этом Даша неохотно рассуждает о своей изюминке. В ходе проекта Клюкина рассказала, что в детстве на неё побежала большая овчарка. От испуга девочка стала хуже говорить. С годами ей удалось перебороть страх общения и даже справиться с проблемой, но всё равно рецидивы случаются. Из-за проблем с речью Даша начала заниматься вокалом, а недавно выпустила песню, которая заняла верхние строчки хит-парадов. Но, несмотря на успех, девушка всё равно продолжает работать над проблемой. Последние годы Риналь Мухаммедов нарасхват. Он снимается в кино, играет в театре, участвует в рекламных проектах. А в юности он испытывал серьёзные проблемы с речью и до последнего не знал, сможет ли поступить в театральный. К счастью, во время вступительных экзаменов он справился с волнением. Сейчас у Риналя остались запинки в речи, но он периодически работает над собой и старается сделать всё, чтобы их искоренить. По словам артиста, он не помнит и не знает, откуда взялись эти проблемы. Мама говорит, что однажды он пришёл из садика и заговорил с трудом, хотя до этого всё было хорошо. Только спустя годы тренировок и ежедневной работы над собой Риналь смог научиться контролировать заикание, да и то не всегда. Он отмечает, что заикающимся людям стоит как можно меньше волноваться, так как это неизбежно влияет на речь. Вот такие истории. Хотите больше интересного о знаменитостях? Подписывайтесь на канал. Если интересуют свежайшие новости шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Все ссылки под видео. Субтитры сделал DimaTorzok